МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кредит за один день. Решение уже через несколько минут. Без справок и поручителей. Инвестиции под большие проценты. Сегодня банковские услуги становятся все доступнее. И финансовые учреждения всячески пытаются привлечь клиентов. Как выбрать финансовую организацию? И куда жаловаться, если они нарушают ваши права? Об этом в очередном выпуске программы под знаком качества. Сегодня мы рассмотрим финансовые услуги, оказываемые физическим лицам, то есть нам с вами. Сегодня, пожалуй, нет человека, не пользующегося услугами банка. Самый распространенный продукт финансовых организаций – это банковская карта. В России только 11% не имеют их. По словам специалистов, чаще это недееспособные, неофициально трудоустроенные или люди, скрывающие доход. Сегодня на руках 260 миллионов карт. У каждого, кто ими пользуется, в среднем по две карты. Деньги на карте защищены надежнее, чем в кошельке. Снять их может только тот, кому принадлежит карта. Или любой другой человек, но при участии хозяина счета. Вот этой уловкой и пользуются мошенники. Помните, банковские работники никогда не просят никаких паролей. Никому не сообщать никаких кодов, пришедших на телефон, не называть трехзначного кода на оборотной стороне карты. Этих правил бывает достаточно, чтобы защитить свои средства. Еще один распространенный банковский продукт – это вклад. 1 миллион 400 тысяч рублей – сумма, возврат которой гарантирован государством. То есть, даже если банк обанкротится или у него отзовут лицензию, почти полтора миллиона удастся получить обратно. Чтобы накопления не только хранились, но и приносили доход, необходимо внимательно читать условия договора. Принимать средства во вклады от населения Российской Федерации могут банки, те, которые имеют соответствующую лицензию Банка России. Проверить ее наличие достаточно просто. Можно воспользоваться сайтом Банка России. На главной странице в разделе «Проверить финансовую организацию». Либо второй вариант – это воспользоваться соответствующим мобильным приложением «ЦБ онлайн». Кроме того, необходимо, чтобы банк участвовал в государственной системе страхования вкладов. Необходимо обратить внимание на наличие в договоре условий, ущемляющих права потребителей. Могут быть включены такие условия по подсудности. Например, банки могут прописать, что потребитель имеет право обратиться в суд по месту какому-то определенному. Хотя потребитель имеет право обратиться в суд по месту жительства, по месту заключения договора или нахождения банка или его филиала. По данным Росстата и Центробанка, по итогам прошлого года Чувашия вошла в тройку регионов с наиболее закредитованным населением. В среднем каждая семья должна 244 тысячи рублей. Чаще жители республики берут ипотеку. Тут самое главное процент считают многие и подписывают договор. На что необходимо обращать внимание? В первую очередь необходимо внимательно прочитать условия кредитного договора. Не только верхнюю часть, но весь договор до конца. Обратить особое внимание на такие позиции, как стоимость кредита, условия выдачи, условия погашения. Необходимо четко себе представлять, что будет, если у вас возникнет желание досрочно погасить этот кредит. Также представлять себе санкции банка, которые он применит к вам, если вы вовремя не будете погашать кредит, либо какие-то части его. Уточнить у сотрудника банка наличие дополнительных комиссий и платежей, которые связаны с получением этого кредита. Наличие каких-либо дополнительных услуг, связанных, опять же, с кредитованием, например, страхования. Нужно не стесняться задавать вопросы работникам банка, просить их подробно разъяснить те или иные моменты. При необходимости проконсультироваться с юристом. И самое главное, чтобы перед подписанием договора у вас не осталось никаких белых пятен по условиям кредитования. Чем крупнее банк, тем он надежнее, считают многие. Но и тут могут навязать услуги, которые необязательны. Например, при оформлении ипотеки необходимо застраховать свою жизнь. Чаще это можно сделать в банке. Но не факт, что это самый дешевый вариант. В соответствии с законом о защите прав потребителей, приобретение одних товаров или услуг работ не может обуславливаться обязательством приобретения иных товаров. Это незаконно. Если потребитель встречается с таким случаем, он имеет право обратиться в управление Роспотребнадзора с жалобой на действия банка. Ипотека часто оформляется на длительный срок, иногда на 15-20 лет. Конечно, за это время и доходы могут поменяться, и ситуация может измениться. Что же делать, если заемщик, например, теряет работу и не в состоянии заплатить кредит? Прежде всего, проинформировать об этом банк, считают специалисты. Варианты урегулирования ситуации могут быть разные. Во-первых, банк может предложить вам реструктурировать кредит. То есть, предложит более щадящие для вас условия по данному кредитному договору. Это может быть изменение суммы ежемесячного платежа. Это может быть увеличение общего срока погашения кредита. При необходимости банк может поменять валюту платежа. Бывают и такие случаи. В любом случае, банк постарается найти приемлемые условия, которые позволят вам в дальнейшем обслуживать этот кредит. Другой вариант – это рефинансирование кредита. То есть, получение нового кредита на погашение старого, как в этой кредитной организации, так и в любой другой кредитной организации, но уже на новых условиях. В этом году в связи с распространением коронавируса увеличилось количество безработных. И в сферах наиболее пострадавших из-за пандемии резко упали доходы. В результате в стране принят еще один вид поддержки для людей, выплачивающих кредиты. Им предлагают оформить кредитные каникулы. В силу закона человек должен представить банк, документ, подтверждающий, что его доход снизился на 30 или более процентов по сравнению с средним доходом за 2019 год. Вполне может так получиться, что не все смогут предоставить такой документ. В том числе и в силу невольной ошибки, связанной с достаточно непростым расчетом. И мы рекомендуем банкам пойти навстречу добросовестному заемщику и все-таки сохранить его каникулы, превратив программу каникул по закону в собственную программу банка. Такая возможность ему дается нашими рекомендациями, опубликованными на сайте Банка России. В этом случае у человека не возникает просрочки, не возникает испорченная кредитная история. Единственное, что должен сделать человек, и о чем мы просим, обратиться в свой банк заранее и вместе с ним найти приемлемое решение. Изучать ситуацию на рынке, повышать финансовую грамотность – вот главные условия, которые позволяют нам грамотно пользоваться своими средствами. Ежегодно Министерство финансов России проводит опрос среди населения с целью определения финансовой грамотности населения. В Чуваше его индекс составил 12,39 баллов. Наш регион в группе С – это так называемая «золотая середина». По итогам этих опросов разрабатываются специальные обучающие программы как для взрослого населения, так и для школьников. В этом году Чуваше совместно с Министерством труда России, Центральным банком и Советом Ассоциаций банков подписала соглашение о сотрудничестве по повышению финансовой грамотности. Планируется внедрить программы по финансовой грамотности во всех школах, вузах и СУЗах, в том числе в сельской местности и малых городах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok